Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Аллау, программа РТН Подробности. И в ближайшие полчаса с вами в студии буду я, Валерия Зинобьева. В начале программы коротко о главных событиях уходящей недели. В этом году коммунальщиками был подан 1551 иск на сумму 48,3 миллиона тенге. И уже с начала отопительного сезона долг населения перед коммунальными предприятиями снизился почти на 16 миллионов тенге. Сегодня общий долг населения составляет около 570 миллионов тенге. Наибольшая задолженность у кустанайцев – 380,4 миллиона. Тем не менее, в отопительный сезон сбоев в работе у коммунальных предприятий не было. В этом году были даже сэкономлены запасы угля и мазута из-за довольно теплой зимы. Аким области дал поручение, что в будущем работы по подготовке к отопительному сезону должны выполняться быстрее. К слову, в следующем отопительном сезоне будут работать уже 105 котельных. Ранее их было 102. Помимо этого, глава региона поручил чиновникам усилить работу по обзысканию коммунальных долгов с населения и юридических лиц. В Управлении образования вновь подняли тему объединения колледжей. Строительные и строительно-технические располагаются недалеко друг от друга. Чтобы они эффективно использовали возможности друг друга, принято решение эти колледжи объединить. Другой вопрос касался профессионально-технического колледжа. Ранее сообщалось, что его хотят разместить в здании строительно-технического. Теперь в Управлении образования сообщили, что профессионально-технический колледж расформируют, поскольку в Кустанае есть учебные заведения с аналогичными специальностями. Речь идет о политехническом, автодорожном и колледже, быт-сервисе и сфере обслуживания. В одной части здания профессионально-технического колледжа планируют разместить начальные классы 5-й А-школы. Сегодня в этой школе занимается 900 детей, при проектной загруженности 600 мест. Плюс в этой же здании в отдельный корпус на отдельный этаж предполагается размещение вечерней школы. Вечерняя школа не имеет сегодня собственного здания. При этом количество ее учащихся составляет 200 человек. Уже этим летом на 2,5 месяца Кустанайский аэропорт закроют на ремонт. По словам главы области, большие самолеты в Кустанай летать не будут совершенно точно. Но сейчас идет работа с компанией SCAT, которая имеет филиал Вонтустык-Аспаны. Планируется, что будут летать самолеты Ан-24 в Нур-Султан. Кроме этого, планируется усилить железнодорожное и автобусное сообщение со столицей. Реконструкция взлетно-посадочной полосы начнется 15 июня и продлится до конца лета. После реконструкции полосы запланировано и строительство терминала. В это время аэропорт будет работать в штатном режиме. В ближайшие три года в Кустанайской области повышенное внимание будет уделяться селам. По словам главы региона, у нас есть населенные пункты, где живут менее 100 человек, а где-то и вовсе около 50. Такие малочисленные села будут оптимизировать. Если одни села будут оптимизировать, то другие экономические перспективные, наоборот, начнут развивать. За три года по республике планируется модернизировать социально-экономическую инфраструктуру в полутора тысяч сел. На это направят 90 миллиардов деньги. В начале года в области определили 23 села, которые были названы перспективными для развития и нуждались в финансировании. Но в последующем этот список был пересмотрен. И в уже утвержденный на этот год план вошли другие села, всего 10 населенных пунктов. Это Щербакова, Ауликоль, Алтанцарина, Озерная, Октябрьская, Мичуринская, Надежденко, Воровской, Федоровка и поселок Тобол. С начала этого года в организациях образования и здравоохранения было выявлено 69 нарушений при оказании государственных услуг. К примеру, в нарко- и псевдиспансерах выдавали справки за определенную цену, хотя с декабря прошлого года эта услуга стала бесплатной. Только за месяц эти организации выдали 7300 таких справок на сумму 3,5 миллиона тенге. А в Кустановских колледжах за деньги выдавали дубликаты дипломов, которые также должны быть бесплатными. Проблемными оказалась и цифровизация некоторых услуг. К примеру, во всех Кустановских поликлиниках по-прежнему действует живая очередь, несмотря на имеющуюся выдачу электронных талонов к врачу. В рамках проекта «Адалдык-Аланэ» предусмотрено и уменьшение бумажной волокиты. В частности, было предложено оптимизировать оказание 26 государственных услуг. В их числе автоматизация выдачи выписки из медкарты больного по плану пациент сможет ее получить через приложение «Дому мед». Для сферы здравоохранения нашей области последние две недели оказались довольно насыщенными на события. Во-первых, в нашу область побывал министр здравоохранения, который познакомился с некоторыми медицинскими учреждениями области и их работой. Во-вторых, на этой неделе прошла большая коллегия облздрава, где подводили определенные итоги работы и определялись со стратегией на будущее. Кроме этого, в область приехали специалисты из Москвы и проводили для наших кустанайских докторов мастер-классы, где учили их новым технологиям в эндохирургии. Событий много, новостей из сферы медицины тоже. Обсудить их все я пригласила сегодня в нашу студию Вячеслава Юрьевича Дудника, руководителя управления здравоохранения Акимата Кустанайской области. Вячеслав Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и сейчас я предлагаю посмотреть сюжет наших корреспондентов, который они сделали по итогам областной коллегии облздрава, а затем мы и вернемся в студию. Последние полтора года в Кустанайской области активно шло укрепление медорганизации. К примеру, к областной больнице присоединили перинатальный центр и кожный венерологический диспансер. На базе областного наркологического диспансера создали Центр психического здоровья с присоединением областной и Руднинской психбольниц, Аркалыкского психонерологического диспансера. Все это должно было привести к уменьшению расходов бюджета, но с экономленной на оптимизации 50 миллионов тенге не сыграли важную роль. Бюджет в сфере здравоохранения области увеличился на 8%. Я считаю, что здесь недоработали. Управление экономики и финансы тоже надо подключаться к этой работе. Надо дать задание СВА, нашей внутренней аудиторской службе, и правильно отработать. Количество руководителей надо сокращать. У нас же любят, руководителей нельзя обижать, их надо соединять. И было у главврача столько-то там заместителей, 3, стало 6 или 5. Это неправильный подход. Увеличивать надо количество врачей. С вакансии по врачам, если этих врачей не хватает, кто получает эту зарплату? Архимед Мухаммедов подчеркивает, в феврале этого года главным врачам медорганизации области на 28% увеличили зарплату. Главный врач в селе теперь получает 350 тысяч тенге, а в городе 400 тысяч. Но улучшения менеджментом в руководстве из-за этого не получилось. Глава областного управления здравоохранения подчеркивает необходимо обновление управляющего состава. Тем более уже в следующем году начинает работать страховая медицина. Планируется рост финансирования на 30%. И от грамотного руководства во многом зависит, сколько денег получит то или иное медучреждение. Управление здравоохранения подало в ФОМС дополнительный объем финансирования на сумму 8 миллиардов тенге. В этом году совместно с ФСМС необходимо решить вопрос о ликвидации недофинансирования стационаров области, особенно областной детской больницы, городской больницы, увеличение финансирования на кардиологические и кардиоинферационные службы. Однако в фонде медстрахования приводят статистику. В прошлом году медорганизации области недополучили 325 миллионов тенге. В больницах не оказалось пролеченных в дневных стационарах людей. По словам руководства Кустанайского филиала фонда, из-за этого сумма на оказание помощи для дневного стационара в этом году уменьшилась и составила 967 миллионов тенге. Ходотайство у нас по уменьшению объема стациональной помощи заявляли такие организации. Кустанайская областная детская больница, Кустанайский перинатальный центр, Кустанайская городская, Уднинская городская больница и Аркалыцкая оригинальная больница. Помимо того, анализ за первый квартал текущего года уже отмечается снижение количества пролеченных больных в дневных стационарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. Кроме того, анализ коечного фонда медицинских организаций в области показывает 646 или 14,3% свободных коек. В облздраве подчеркивают, главврачи этих медорганизаций уже наказаны, но деньги все равно потеряны уже на два года вперед. В будущем финансирование стационаров будет уменьшаться. Приоритетом станет поликлиническая служба, увеличится финансирование реабилитации палиативных коек и коек сестринского ухода. Поэтому специалисты рекомендуют главам Кустанайских медорганизаций взяться за перепрофилизацию пустующих коек дневного стационара. К примеру, открывать на их базе реабилитационные центры, где люди после операции смогут получать уход большее время, чем это происходит сейчас. Вячеслав Юрьевич, на этой неделе на коллегии облздрава и были еще ряд мероприятий с медицинскими кадрами, поднимался в очередной раз вопрос о том, что у нас не хватает врачей в области. Вопрос, который стоит не первый год, всегда актуален. Вот хотела у вас, как у человека, который очень много лет в здравоохранении работает, почему вот эта системная проблема, вот она не решается который год? У нас не хватает вузов, у нас не хватает выпускников из этих вузов. Куда они все ходят? Почему в область к нам не приезжают? Ясно. Ну правильно сказали, что проблема системная. Давайте немножечко в историю отойдем на несколько десятков лет. В 60-е годы у нас тоже был, в 60-е годы прошлого века у нас тоже был дефицит врачей. Тогда врачей было очень мало, и в основном они тогда приезжали из Западной Украины, выпускники Львовского медицинского института. Это были очень хорошо подготовленные врачи. Были врачи с Алматинской, тогда медицинского института, и Целеноградского, но их было немного. Значит, было принято решение на уровне правительства, это было решение принято в конце 60-х, начале 70-х годов, что каждый год 350 молодых людей, девушек и мальчиков, принимали, значит, по специальному набору в Карагандинский медицинский институт. Они уезжали учиться, и через 6 лет возвращались на родину домой, уже не планированными специалистами, подготовленными, с хорошими знаниями. И 350 брали, и возвращались где-то человек 320. И, в принципе, эта программа, она существовала до начала 90-х годов, то есть, получается, 70-80-е годы, 20 лет. И, в принципе, насыщенность врачей была очень-очень большой. Я, если не ошибаюсь, тогда, значит, на 10 тысяч врачей выходило где-то 36-37. На 10 тысяч населения 37-36 врачей. На сегодняшний день эта цифра составляет 20. Далее, значит, после того, в 90-е годы, значит, ситуация поменялась, целевых наборов в Карагандинский медицинский институт не было. То есть, это не значит, что наших детей туда не принимали, но, тем не менее, в принципе, целевых наборов не стало. И, но область продолжала жить на тех запасах врачей и людских ресурсов, которые, значит, за эти 20 лет, значит, они поступили на службу в системы здравоохранения области. Ну, в общем-то, вот этот запас и сяк. Последние выходят на пенсию или умерли, или улегали. Теперь стоит вопрос перед нами о привлечении новых специалистов. Но есть, так скажем, методы решения этой проблемы? Конечно, есть. Вы спросили, почему? Я вам рассказал. Значит, вторая проблема очень важна стала, значит, это то, что, значит, в начале, где-то в 2011 году, наша система образования вошла в баллонскую систему. То есть, что супер-пупер? Наши дипломы, мы учимся теперь по баллонской системе, у нас есть бакалавриат, магистратура, вот, сейчас вот для врачей видели резентуру обязательную по узким специальностям, раньше этого не было. Для чего это сделается? Для того, чтобы система образования Казахстана, значит, вошла в систему, была признана система образования всего мира. И, мало того, наш диплом на сегодняшний день, он признается во всем мире. Это так. На самом деле, выпускники наших медицинских академий, они теперь могут поехать своим дипломом и работать и, значит, в Европе, и в Америке, и в других развитых странах мира. Причем для этого единственное, что нужно сдать экзамены. Раньше, в общем-то, диплом не признавался. Мало того, раньше наши врачи практически не знали английский язык. Сегодня не проблема английского языка и не проблема здравоохранения. Понятно, да? Вот поэтому, в общем-то, это идет переток подготовленных кадров, идет переток. Я помню, на одной из крупных конференций выступали министр здравоохранения одной из стран Прибалтики. Он рассказал такую ситуацию, что, в принципе, мы готовим врачей у себя в одной из стран Прибалтики и остаются в стране только 30%. Остальные уезжают работать в Европу, потому что образование в странах Прибалтики составляет 30% от стоимости образования в Европе. А диплом он признается. И дипломы сегодняшних выпускников, которые заканчивали Карагандинский медицинский медакадемию, Астанинскую, Алматинскую медакадемию, Ахтебинскую, они признаются во всем мире. И доктора едут. Я помню, работал в Алмате, в Астане работал и в одной из крупных клиник. И на практику пришли студенты 6 курса. Два доктора были очень хорошо подготовлены, отличники, уровень знаний хороший. Мы решили пригласить их поработать у нас в клинике. Они сказали, спасибо, очень приятно, но у нас есть договоренность, мы едем продолжать учебу и в дальнейшем работать за пределы. Это же беда. Это не беда, это проблема, которую признано решать и правительство, и областной акимат. И мы решаем ее. Во-первых, как решаются эти проблемы? Первое. Первый вопрос. В конце прошлого года было принято решение изменения в кодексе о здоровье, где выпускники медицинских университетов, проучившиеся по гранту, а по гранту у нас очень много студентов учатся, должны 3 года отработать в государственных медицинских организациях. Я считаю, что это правильно? Конечно. Это мудрое решение. В этом году выпускников порядка 5700. Из них врачей общей практики более полутора тысяч. И вот сегодня, в настоящий момент, наши главные врачи и руководители кадровой службы управления здравоохранения области находятся в длительной поездке, это две недели. Вчера они были в Астане, дальше они едут в Восточный Казахстан, в Актьюбинск, в Караганду, в Алмату, в Южный Казахстан. Где будут вести переговоры с врачами, будут заключать с ними договора. На работу у нас 3 года. С учетом этого, чтобы повысить этот статус, Аким области принял очень важное решение. Выделить достаточно финансов для того, чтобы привлечь этих врачей к нам в область в виде подъемных. Я хотела вас об этом спросить. Это одно вытекает из другого. Подъемные будут выделены в достаточном объеме. Единственное, что это должно было пройти подтверждение на сессии Маслихата, которую мы ждем в мае месяце. Сейчас мы готовим официальные документы, заявку и так далее. Планируется подъемные, достаточно хорошие подъемные. Там подъемные планируются от вида специальности от 800 тысяч до полутора миллионов на узких специалистов. Потому что сегодня врачи есть разного уровня. Есть врачи общей практики, которые закончили только обучение в институте, получив диплом, отучившие 6 лет или 7 лет учиться. И они приезжают к нам как врачи общей практики. А есть врачи, которые после учебы поступили в резинтуру. Сегодня в день резинтура 2-3 года, например, хирург, акушер-гинеколог, неонатолог. Они учатся на базе крупных научно-исследовательских институтов или на базе своих же институтов, но на кафедрах, базирующихся на серьезных медицинских организациях, ведущих медицинских организациях. Это практически подготовленные специалисты. Резинтура есть, например, по лор, по офтальмологии и так далее. Эти специалисты, они штучные, их мы тоже приглашаем. Если вы помните, в прошлом году Аким выделил 100 грантов. И в рамках этих 100 грантов мы выделили, областной Аким отведелил порядка 400 миллионов. Из этих 400 миллионов 80 человек это подготовка резидентов. То есть целевая резинтура для Кустанайской области. Это же фактически выпускники, которые вот-вот должны... Вот через два года они должны будут приехать к нам и будут работать у нас там от трех до семи лет. Какова сегодня обеспеченность кадрами? Дефицит большой? Значит, ну, по врачам дефицит составляет примерно где-то 350 человек. А по медицинским сетрам порядка 600 человек. Особенно нам не хватает и среднего медперсонала, это акушерок и это фельдшеров. С чем это связано? Значит, вы знаете, что изменился, если вы не знаете, то сообщаю, изменился приказ по оказанию скорой медицинской помощи. Четвертый уровень, в общем, легкие вызовы, они переданы на сегодняшний день на обслуживание в поликлинику. У поликлиники есть бригада, которая вызывает четвертый уровень. А первый, второй, третий уровень, это более сложные, экстренные ситуации. Их оказывает скорая помощь. Так вот, скорая помощь, значит, начинает реструктуризация. Во-первых, вся скорая помощь из области, она объединена под крышей областной скорой помощи, которая раньше была городской станцией скорой помощи. Возглавляет ее доктор Штегер-Вальд, я думаю, нашим зрителям она знакома. Ирина Анатольевна провела очень большую работу в этом плане объединения. В рамках этих изменений, раньше на скорой помощи выезжают фельдшер и санитар. На сегодняшний день по приказу должны выезжать два фельдшера. Поэтому, естественно, у нас проблемы есть с фельдшерами. И по акушерам. У нас в области, к сожалению, определенный есть дефицит акушеров-гинекологов. Он на самом деле есть дефицит. В некоторых районах вообще отсутствуют акушеры-гинекологи и анестезиологи. Значит, я думаю, на коллеге вы это слышали. Ну да. И мы должны хотя бы там, где идут физиологические роды у женщин, прикрывать это подготовленными акушерами. Это специалистами среднего образования. Если врачей готовит республика, то медицинских сестер, фельдшеров и акушерок готовят за счет местного бюджета на базе двух наших медицинских колледжей. Это Кустанайский медицинский колледж, Высший медицинский колледж и Аркалыкский медицинский колледж. В связи с этим, значит, на коллеге Управление здравоохранения, значит, вышло с инициативой подготовить дорожную карту по улучшению и усилению подготовки медицинских сестер. Там есть несколько позиций. Значит, Аким поддержал эту дорожную карту. Вчера, кстати, на объезде в Алтын-Цалинском и Кустанайском районах он еще раз обстановился на этом вопросе и сказал, что Акимат поддерживает разработку дорожной карты по подготовке медицинских сестер и среднего медперсонала. Поэтому, значит, мы в ближайшее время будем заниматься подготовкой дорожной карты. Она войдет несколько. Мы планируем увеличить количество приемов до 120 человек, плюс 120 человек в год. Вторым этапом, я думаю, мы увеличим группы акушеров и фельдшеров. Третьим этапом мы постараемся, все-таки вещь непростая, но постараемся возродить медицинский колледж в городе Рудном. Четвертый этап – это однозначно нужно апгрейд медицинского колледжа в Аркалыке. То есть решение его вопроса по базе, по его базе учебной, по литературе и, значит, по преподавательскому составу. Что касается медицинского колледжа Кустанайского, многолетний вопрос с общежитием, может быть, и больше бы учеников там было, да, если бы было где жить. Ясно. Но вы знаете, что по поручению Елбасы в год молодежи принято решение, чтобы, значит, республиканские местные власти решали вопрос о, значит, общежитиях, не только в медицинском колледже, а в общежитиях при, получается, училищах, значит, при колледжах и при университетах. Вот. В этом плане Акимат разрабатывает большую программу. В этой программе стоит медицинский колледж, общежитие медицинского колледжа города Кустаная. На сегодняшний день проходит, уже разработан проект, он проходит государственную экспертизу. Там есть вопросы к проекту, потому что все-таки проект будет строиться за бюджетные деньги, и мы, значит, хотели бы получить за небольшие деньги качественный объект. Он будет строиться, площадка выделена за медицинским колледжем, создание, чтобы студенты вот рядом учились и жили в одном месте. Общежитие будет большое, на 250 койко-мест. Ну, хорошо бы, чтобы все планы, которые разработаны по привлечению, так сказать, медицинских кадров и высших, и среднего звена, они осуществились, потому что, ну, наличие кадров – это наше здоровье и жизнь в конечном итоге, то, что касается каждого. Спасибо, что так подробно об этом рассказали. У меня еще один момент, который интересует всех. Очень много сейчас говорят о том, что в учреждениях здравоохранения сейчас активно идет цифровизация, безбумажное здравоохранение и так далее, и тому подобное. Мы говорили об этом и в нашей программе, и в рамках программы новостей. Ну, вот хотелось бы от первого руководителя отрасли услышать, как проходит, все ли гладко, с чем сталкиваемся. Потому что на той же коллегии говорили о том, что, несмотря на то, что внедрена электронная очередь в поликлиниках, но по-прежнему в кое-каких поликлиниках у нас люди сидят в живую очередь. А цифровизация, значит, не очень внедряется. Ясно. Ну, вопрос очень важный, насущный. Давайте обсудим его. Вы можете себе представить на сегодняшний день экономиста без компьютера? С трудом. Вы можете представить себе юриста без компьютера и без доступа к базе данных, там, юрист точка 2.0? Не можете? Ну, конечно. Ну, вот, в принципе, наконец-то это все пришло и в систему здравоохранения. Почему это пришло с задержкой? Потому что, к сожалению, медицина не точная наука. И в медицине дважды два, а не четыре. Потому что мерилом всего в медицине является клиника. Клиника – вещь субъективная. И поэтому ученым, которые занимаются разработкой программ для системы здравоохранения, крайне было тяжело. Я помню, я еще в области работал 14 лет назад. Мы первую цифровизацию, программу писали тогда для городской детской больницы, которая находится возле магазина «Березки». Да, это было где-то лет 15 назад. Вот, честно говоря, мы тогда пригласили для написания этой программы, потому что программы просто не было. Мы тогда пригласили айтишников, которые работали в банке в Алма-Ате. И они с большим трудом смогли написать. Они не понимали алгоритм принятия решений в системе здравоохранения. Потому что он крайне непростой. Поэтому, в принципе, и задержка шла. Плюс у нас, если юрист-экономист, то там просто цифровой идет редактор, так или там программа, которая считает цифры, то, в принципе, у нас должно быть еще несколько направлений решено в системе здравоохранения. Вот первую электронную историю болезни облаторной карты в Казахстане запустили в 2012 году. Это была Алма-Ата, больница управления делами президента. В принципе, я тогда принимал участие. Мы ее запускали в течение двух лет поэтапно, как называется, модулями. Она была, на самом деле, очень хорошая, активная, до сих пор работает. Тогда министры здравоохранения приезжали, смотрели эту программу. И тогда, в общем-то, было принято решение, что, в принципе, более активно начнем двигаться. Почему сегодня встал острый вопрос по цифровизации системы здравоохранения? Он встал в связи с тем, что было поручение главы государства о переходе системы здравоохранения на страховую медицину. Было поручение еще перейти два года назад. Но, к сожалению, встали два очень важных вопроса. Это первое. Не было понятно, кто будет платить в страховой медицине за самозанятых. И второй вопрос стал о том, что нужно произвести цифровизацию системы здравоохранения. Почему? Потому что в законе о страховой медицине четко сказано, что все услуги, оказанные медицинскими организациями, должны быть оплачены. Но, чтобы знать все, их нужно посчитать. А чтобы посчитать, это, понятно, должна считать компьютер. Поэтому принято было решение. И в начале прошлого года глава государства поручил премьер-министру, поручил министру здравоохранения и Акимов решить вопрос по цифровизации. Поэтому прошлый год он на самом деле был для системы здравоохранения в плане цифровизации прорывной. Очень бурный, да. Значит, тогда двигались по нескольким направлениям. Первое очень важное направление – это местные власти закупали компьютеры, принтеры. Акимов в прошлом году на эти цели было выделено 350 миллионов. Это областной Акимов выделил. И медицинские организации области закупили около полутора тысяч компьютеров. На сегодняшний день, в принципе, эта проблема решена. Понятно, что стоят вопросы о дальнейшем обновлении закупен. Но эту программу мы уже просчитали, в Акимов подали. И мы надеемся, что замена компьютеров будет продолжена в плановом порядке. Уже ежегодно какую-то долю замен компьютеров мы будем получать. Второй очень важный вопрос – это была сама компьютерная программа. Универсальной программы министерство не нашло и сказало, что вы можете двигаться в рамках, имеющегося на сегодняшний день, рынка компьютерных программ. Было принято решение тогда построить всю работу на программе «Домо». Было заключено договора между медицинскими организациями. Это разработка карагандинских айтишников. Надо сказать, что в плане системы здравоохранения айтишной карагандинцы оказались немного продвинутее. Мы ее установили. Цена доступна этой программы. Она очень простая в обучении. Поэтому обученный был весь персонал. И на сегодняшний день у врачей программа стоит «Дому». И стоит программа «Дому» у медицинских сестер. Практически мы запустили это безбумажное. Теперь следующий очень важный вопрос был – это сохранение объема информации. Если, например, он рассказывал, что мы в больнице с правдилами ставили свои сервера, и каждая больница сохраняла свой информационный поток, то здесь был решен очень элегантный вопрос. Проставщики программы заключили договор с КАЗ-телекомом. И вся информация скапливается на одном крупном массиве сервера, который находится в Астане. Мало того, на основании этой данной можно проводить анализ в рамках областей, республик, по пролеченным больным, по количеству операций, по осложнениям, по летальным исходам, по профилю больных и так далее. Эта информация получается очень быстро. Она лежит в режиме онлайн. Это очень важно для принятия менеджерских решений. У некоторых людей возникали по этому вопросы, насколько обеспечена безопасность этих данных? КАЗ-телеком за них отвечает. Понимаете, что это серьезная организация. Далее, значит, мы пошли в цифризацию дальше. У нас около 120 форм, которые выпускались в бумажном варианте. Министерство разработало программу. Кстати, Кустанайская область, наряду с другими четырьмя областями, по информатизации была пилотной. И мы, в принципе, поручение в этой ситуации Акима и министра мы выполнили. Мы практически до Нового года выделили весь объем, который полагается. Значит, мы вот по безбумажным документам 85% документов перешли на электронный. Например, на сегодняшний день электронный больничный лист. Или выписки там электронные. Следующий вопрос стоял очень важный. Вы знаете, что на смартфонах есть разные приложения. В том числе, Даму разработала приложение для смартфона. Это очень важное приложение. И мы порядка, я вам скажу цифру, порядка 26% у нас населения установили эти программы на свой смартфон. Я установила. Я рад за вас. Да, значит, у нас почти вышло 100% это матери детей до 5 лет. Это 100% беременные вошли туда. Ну, вы довольны этой программой? Ну, записывалась пару раз к врачу. Детей записывала, сама нет. Ну, вот видите, то есть вам не надо было звонить, стоять в очереди и так далее. То есть, получается, цивилизация пришла и в ваш сотовый телефон. Понятно, что на сегодняшний день мы не останавливаемся. Это будет программа развиваться. Мы сегодня получили текстовой редактор. Что нам нужно дальше? Нам нужно, во-первых, теперь постараться сделать приложение для работы внутри больницы. Приложение нескольких направлений. Первое. Все графические картинки, которые есть в системе здравоохранения, должны, во-первых, резервироваться, чтобы для подальше присмотра. Что туда входит? Это рентген. Картинка с рентгена, картинка с УЗИ, картинка КТ, МРТ. Дальше картинка с операцией, потому что сейчас идут имидоскопические операции, ее можно записывать. Это все должно быть через специальное приложение. Понятно, что это требует денег, времени и обновленного медицинского оборудования. Следующее приложение. Это, значит, программа называется, первая называлась ПАКС, это называется ЛАП. Программа, когда автоматы делают анализы, и они подключены к компьютерной системе. Эти анализы не медсестра на листочке бежит и несет врачу, чтобы он мог посмотреть, какой там гемоглобин. Автоматически, когда автомат получает результат, он забрасывает данные в компьютерную систему, и врач на компьютере может сразу увидеть эти анализы. Третье и следующее направление – это лекарственное обеспечение, потому что мы знаем, что на лекарства сегодняшние деньги выделяются большие. И эта программа, подключенная к складу аптеки, она может просчитывать, видеть каждую таблетку, каждый флакончик, например, каждую таблетку аспирина, каждый флакончик с пенициллином, который доходит до конкретного больного и его списания. Когда мы запускали это в Алма-Ате в 2012 году, мы получили эффект экономии от использования лекарств порядка 20-25%. Это очень позитивно. Ну и третий, четвертый блок, о котором мы говорили, для чего общая цифровизация в системе здравоохранения так быстро пришла, это подключение нашей медицинской программы к бухгалтерии 1С, чтобы можно было практически считать каждую процедуру, просчитывать затраты, чтобы просчитывать себестоимость, чтобы просчитывать реальные траты, списание расходных материалов, изделиями от назначения, продуктов питания и лекарств на каждого пациента. И в общем, проводить такую хорошую плановую работу, хороший подсчет. По информатизации я еще один нюанс доведу. Эту историю мне рассказывали в Министерстве здравоохранения. Беларусь тоже решила проводить цифровизацию, обратилась в Мирный банк здравоохранения, развитие, о финансировании, о кредите на информатизацию в системе здравоохранения. Они спросили, кого вы хотите, за модель взять какую страну. Значит, Беларусь выступила за то, что хотела бы выступить в Малайзию, или какие-то страны в Центральной Азии. Им сказали, что оптимальный вариант, вы подходите, как бы проведена была информатизация в Республике Казахстан. Небольшими деньгами в короткое время, кончественно и закончено. Так что, нет пророка в своем отечестве, но Министерство здравоохранения удалось, и Управление здравоохранения Акиматов областей, в кратчайшие сроки, в течение года, удалось провести эту информатизацию. Вы затронули уже тему обеспечения лекарствами, что в системе цифровизации здравоохранения учитывается очень четко, понятно, что и куда расходуется. Но, тем не менее, вопрос обеспечения лекарствами, особенно бесплатными в рамках гарантированного объема, возникает ежегодно. И в этом году, в начале года, я знаю, что там изменилась система закупа, что сейчас все происходит по-другому, но, к сожалению, у нас не все люди в курсе, и по-прежнему звонят и обвиняют, и Министерство здравоохранения, и так далее, те, которые не занимаются закупом сейчас. Что происходит у нас с лекарствами? Кто занимается закупом? Кто, в конце концов, ответственен за это? И если у человека возникают проблемы с этим, то куда обращаться? Ну что, понятно, что вопрос очень важный, насущный и так далее. Я хочу сказать, что, скажем, в 2000-х годах обеспечения населения бесплатными лекарствами практически не было. И это были единицы. Понимаете? Я, значит, до отъезда в Астану руководил областным онкодиспансером. Я хочу сказать, что деньги тогда выделяли на химиотерапию небольшие, очень небольшие. Тогда на онкологию выделялось не больше 100 миллионов рублей, на миллионов тенге, на закуп препаратов. На сегодняшний день это в разы, в разы больше. Понимаете? Давайте поговорим об обеспечении. Государство приняло очень мудрое решение. Оно решило, что каждая больница должна свести к минимуму закуп лекарств. Почему? Потому что, в принципе, сама процедура госзакупа, она очень сложна. С учетом того, что денег очень много, риск больших ошибок, разброс цен разных и так далее. И было принято решение сделать такую же систему, как она была сделана в Сингапуре. Наши тогда доктора, это было лет 12 назад, уехали в Сингапур, посмотрели систему и привили. Был тогда СК фармации. Сам РУК Казана фармации был создан. Это было где-то 10-12 лет назад. На сегодняшний день эта система совершенствовалась. На сегодняшний день они проводят закуп лекарств на амбулаторном уровне практически на 100%. То есть это очень серьезная организация. С прошлого года они начали проводить электронные торги. То есть практически, чтобы человеческий фактор при закупе исключился. Если вы помните, что в прошлом году препараты начинали поступать в августе, потому что закон о госзакупках, у них есть закон, его нарушать нельзя. Даже благими намеренными выстроена дорога в ад. Есть закон о госзакупках, его надо исполнять. Где-то со второй половины прошлого года госзакупки СК фармации начала проводить в электронном формате. И на сегодняшний день я приведу цифры. Давайте я приведу цифры, сколько было выписано лекарств за прошлый год на амбулаторном уровне в нашей области. И сколько уже на сегодняшнюю дату. На сегодня апрель 2019 года. Вот я пришел с собой, конечно, эти цифры расскажу. Смотрите, в прошлом году в области на амбулаторном уровне было выписано лекарств на 4 миллиарда 900 миллионов тенге. Бесплатно в прошлом году жители Кустанайской области получили лекарств 91 940 человек. Почти 92 тысячи жителей области из 870 тысяч населения. Вот, знаете. То есть получается каждый... 10 процентов. Да, 10 процентов получили. Теперь было выписано почти 472 тысячи рецептов. Вот все, что выделили, все использовали. То, что не выделили, они оставались на переходящий на начало года до проведения процедур и эти препараты тоже выписывались. Теперь очень важный момент. Я еще раз говорил. В прошлом году лекарства на амбулаторном уровне некоторые поступали в августе месяце. И понятно, это вызывало нарекания со стороны общественности. В этом году, вот смотрите, у нас апрель 2019 года. У нас выписано уже 118 тысяч рецептов. Если в прошлом году за весь год выписано было 470 тысяч рецептов, то уже 118 тысяч рецептов уже было выписано. И выписано на сумму 930 миллионов тенге. Уже. Уже выписано. Лекарства получили, если за весь год в прошлом году получило 91 тысяча, то у нас на сегодняшний день получило 45 тысяч пациентов лекарств. И средняя цена на одного пациента выходит где-то 20 тысяч тенге. Теперь смотрите. В прошлом году Республика выделила нам лекарств на 4,9 миллиарда тенге. То в этом году рост идет на 12 процентов, и мы выпишем до конца года на 5,6 миллиарда. Но огромные процедуры. Все для вас. Следующий момент очень важный. С местного бюджета будет выделено 940 миллионов тенге на иммунизацию населения, там, и часть препаратов. Теперь смотрите. Очень важный вопрос. Весь ли спектр за три месяца мы успели перекрыть? К сожалению, нет. Номенклатура составляет, это перечень препаратов составляет 356 препаратов. Из них склады нашей области поступило уже 318. То есть небольшое. Это 90% от препаратов. То есть есть какие-то определенные задержки самой процедуры госзакупа. Но на сегодняшний день в СК фармации пришла серьезная команда, которая делает это все в рамках закона по цифровизации. Я думаю, что остатки мы должны получить. Мало того, мы в ближайшие две недели получили уже вакцину по коре. Вы знаете, что идет у нас все-таки вспышка в акторе. Не только у нас во всем мире. Мы уже начали иммунизировать и детей, и медработников, и взрослое население. Так что, видите, движение идет. Ну да, огромное. Я скажу даже больше. Вы же понимаете, что медикаменты бесплатно больные получают еще находясь в стационаре. Так вот, СК фармации делает и поставки этих препаратов по заявкам и по договорам от медицинских организаций на медицинские организации. Там тоже по разным больницам объем поставок от СК фармации составляет от 50% до 80%. Это очень выгодно. Ты делаешь поставку, по графику тебя отгружают, ты платишь деньги. То есть не надо проводить конкурсы. Возникает проблема, как всегда, с конкурсом. Потом приходят проверяющие, проверяют. Вопрос по СК фармации проверяется на республиканском уровне. И для пациентов это очень выгодно, и для руководства больниц. Потому что они тогда сконцентрированы на решении других вопросов. Республиканский СК фармации, являющийся поставщиком препаратов амбулаторного уровня, он сделал колл-центр. То есть если вы недополучаете препараты, вы можете позвонить в Астану, номер у вас на экранах. И колл-центр также есть и при управлении здравоохранения. Туда вы можете звонить не только по препаратам, но и по другим вопросам, которые возникают у ваших зрителей по медицинской части. Заканчивается время эфира. Я очень о многом еще хотела вас спросить. Но, к сожалению, мы ограничены эфирным временем. Дорогие телезрители, если у вас возникли вопросы по лекарственному обеспечению, во время нашей программы вы могли видеть телефоны, на которые вы можете звонить. И вам дадут аргументированный, полный, точный ответ по поводу обеспеченности лекарственными средствами. Большое спасибо еще раз, что пришли к нам в студию. У вас, дорогие телезрители, я жду экранов ровно через неделю, в следующую субботу. До встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова